Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у меня в гостях мой близкий друг, талантливейший музыкант и просто хороший человек, Алекс. У нас уже с ним дубль два по техническим причинам, но в любом случае, каждый раз, когда я его встречаю, я узнаю что-то интересное, что-то важное для меня и просто приятно поговорить с хорошим человеком. Мы сегодня о многом поговорим, но прежде чем начнем, как обычно, выполните всем известный ритуал, поставьте лайк, долбаните в колокольчик и подпишитесь там, где вы слушаете. ВК, в Телеграме, на Яндекс.Музыке, да и вообще везде, где только можно. Спасибо вам за активность и если вы хотите скинуть донат, потому что некоторые уже мне писали, как это сделать, в закрепленном сообщении есть ссылка на Umani кошелек, на Boosty и на Patreon. Ну что ж, а сейчас заставочка, которую как раз для меня специально написал Алекс и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok что вот, Алекс это человек, которого мне просто вот реально посчастливилось найти. По чистой случайности мы познакомились и это первый в моей жизни друг, который на 100% понимает мои музыкальные вкусы, интересы. И когда я ему что-то скидываю в плане того, что ну давай запишем какую-нибудь музыку, и я ему присылаю какой-то трек, ну чисто вот как пример, ну что бы я хотел услышать, он реально практически досконально прочувствует атмосферу того, что хотелось бы услышать и делает именно то, что нужно. Вот за это тебе большой респект и спасибо. Ну, наверное, немножко по-другому процесс происходит, но все равно, пожалуйста, конечно. Ну, в смысле по-другому. Мы с тобой когда решаем что-то записать, я же тебе скидываю, мы утверждаем. Да, я имею в виду процесс осознания вот этого настроения, как ты только что сказал. Ну да. Вдохновение как-то приходит совместно. И вообще приятно, когда есть друг, с которым можно поговорить не только о жизни, но и о хорошей музыке. Собственно, давай с тобой с этого и начнем. Давай. Вот скажи, твой любимый коллектив это... Металлика. Металлика. Замечательно. Ну, собственно, нетрудно было догадаться по татуировкам у тебя на руках. Вот. Скажи, пожалуйста, почему именно Металлика и почему ты считаешь эту группу какой-то особенной в сравнении с другими? Вот конкретно для тебя. Ой, ну такой вопрос. Я об этом никогда не задумывался. Где-то лет в 16. Так, вот мне когда-то давно там было. Это еще, по-моему... А, это вот только вышел Dead Magnetic. Все мы когда-то там были. Да, да. До этого я слушал вообще... У меня были беспорядочные связи с музыкой, так скажем. Грубо говоря, что в школе услышу, то как бы там что-то понравится, что-то не понравится. Но у меня жизнь свелась с человеком, который меня привел как раз к року и металлу. И я ему вообще всегда говорю, благодарен за это. Ну, потому что как бы здесь, мне кажется, больше качества музыки. Ну, опять же, ладно. Вернемся к Метле. И тогда вот он мне показал всем известный там Welcome Home Sanitarium, Те же Unforgiven. Те же Unforgiven. Это прям классика, да. Все такое более легкое, как бы для начала. Потому что переходить надо плавно. Вот. И дальше я начал сам уже слушать, искать все это. Так же он меня, в принципе, и на гитаре научил играть. Вот. И, соответственно, какие-то вещи из металлики я тоже начинал играть. Те же там на Final's Matters, которые уже всеми заезженные там во дворах сидят, наигрывают себе. И таким образом я начал вообще изучать творчество этой группы, просто информацию какую-то о группе, начал смотреть, искать. И как-то пошло-пошло-пошло. И даже тот же самый друг меня как-то спустя какое-то время говорит, да хватит тебе металлика. Ладно, вот смотри, корн есть. Корн, давай. Хотя корн-то полегче будет, чем метла. Да нет. Ну, а чего? Ну да, там перегруз, там еще что-то. Ну. Но все равно же легче. Почему? Там две вокалы. Корн, ну, корн это все-таки, я не знаю, альтернатива какой-то не метал. А металлик это все-таки трэш метал, как бы считается. А трэш в приоре считается тяжелее. Ну, не знаю, мне кажется, корн тяжелее. Ну, может, на восприятие так считается. Ну, да. Но считается по-другому. Опять же, там у корна свои вот эти идеи внутренние, которые, кстати, вот пока тебе... О, тебя ждал, как раз тоже слушал пару треков, успел послушать корна. Вот. И вот он мне говорит, давай корн, корн. Я такой, нет, все, мне ничего не нужно, у меня есть только металлик, а мне больше ничего не надо. Вот. В результате я эту металлику заслушал до дыр. Тем более, когда-то Magnetic, 2008 год, по-моему, они выпустили альбом Magnetic. Да, 2008-2009. Там потом еще был Beyond Magnetic, но это, как бы, ладно. Ипишка на три трека, что там. Вот, я, как бы, даже не беру в расчет. И вот, вплоть до последнего альбома же ничего не выходило. Каком они, в 18-м, Hardwire, то есть, Alvin Strat. Да, да. Вот. И вплоть до этого момента... Четыре года прошло, ничего себе. И вплоть до этого момента, как бы, ничего нового не происходило, и приходилось слушать все старое. Я даже как-то слушал именно песни, которые мне не нравились, там какие-нибудь, блин, даже названия не вспомнились. Чтобы разнообразие не вспомнились. Да, 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 но я не хотел переходить на другую. В результате все равно, нет, это было, наверное, ошибкой считать, что, типа, есть только одна группа, которую я хочу слушать. И вскоре будем эту проблему искоренять. Ну да, потом ты познакомился со мной, знал, что ты такой русский андеграунд. Не, ну, с тех пор-то много времени прошло. Я там уже как раз и начал все равно и Корну слушать. Не знаю, многие, наверное, смотрели мультфильм «Металлапокалипсис». Просто грандиозный, стебный мульт про металл. Я когда первый раз смотрел, мне вообще, я не мог понять, как пришло в голову кому-то снять такое. Да. Вот там вот это. Вот скажи, ну, хорошо, «Металлика» это считается, что это трэш, это классика, все такое. А вот «Слэйр», например, тебе не заходит? Ну, не так сильно, то есть там, не знаю, пару песен какой-нибудь, как он там, «Raining Blood». Да, ну, это классика. Ну да, такие, то есть. Ну, не знаю, я просто как-то вот именно «Торшак» начал слушать со «Слэйр». Он у меня был друг в школе, ну, как бы он сейчас есть, мы просто меньше общаемся. И мы с ним перлись от «Слэйра», прям вот вообще, прям тащило. Ну, «Слэйр» он потяжелее будет, чем «Металлика». Ну да, да. Там и вокал у «Арая» немножко по-другому направлен. И на самом деле, вот когда у них был прощальный тур, и они заезжали в Россию, и я не попал на концерт, и я понял, что всё, «Слэйр» для меня всё, и одной мечтой станет меньше, потому что я мечтал попасть на их концерт. Я очень хотел, плюс вышел альбом, вот их последний. И он, блин, офигенный, шикарный. Он очень качественно записан, несмотря на то, что трэш метал считается. Ну, блин, трэш – это ж мусор, да, то есть как бы звук был офигенный, шикарный. И вот видно было, что этот альбом в какой-то степени спродюсирован, но спродюсирован реально как надо. И, ну, я считаю, что один из лучших альбомов вообще в трэш-метере, и особенно у «Слэйра». И после этого они закончили свою карьеру, потому что «Арая» сказал, «Я уже старенький, мне как бы тяжело тянуть концерты». На самом деле, возвращаясь к корну, Джонатан Дэвис тоже уже выступает с кислородной маской на концерте, в конце каждой песни выбегает за сцену, там у него астматические проблемы, да. То есть как бы я тоже… В шоке было. Ну, нет, ну, курить, ну, блин, ну, тоже, да, то есть проблемы как бы у всех разные. Ну, в общем, да, грустно. На самом деле, вот мы с тобой ровесники, по сути, да, ну, вот, сам-то из Москвы? Да. Вот, а я-то не из Москвы, и вот мне к тебе такой вопрос интересен. Вот время, когда вот мы учились в школе, там, начиная где-то с 8-го, там, по 11-й класс плюс-минус, такое же более-менее осознанное такое юношество, скажем так. Насколько в Москве сильно выделялось, если ты… А вот Металюга, просто вот у нас, например, единственный был рок-шоп на весь город, где все Металюги закупались, и все ходили, по сути, в одних и тех же футболках, потому что купить было нечего. Это там Ария, Эпидемия, Айрон Мейден, вообще классика была. Ты можешь не слушать Айрон Мейден, но если ты Металюга, надо купить футболку Айрон Мейден, потому что в рок-шопе только они продаются. Там Король и Шут. Косухи у всех были одинаковые, потому что все тоже закупались в этом рок-шопе, они возили только два типа косух. И как бы все, и из рок-атрибутики были еще такие персни здоровые, которые откалывались и ломались постоянно, и такие торбы, как это, мешки с одной лямкой. И тоже вот у меня, я помню, первая торба была Линкен Парк, мне, по-моему, ее даже на день рождения кто-то из ребят подарил. И последняя была Слепкнот, просто логотип там был. Но Слепкнот я уже покупал в этом, в рок-бункере. Да, это уже в Москве. А вот как бы понимаешь, у нас, если ты металюга, и было видно, где ты одеваешься, и, блин, ну говнарь. Ну, не знаю. Ну, типа да. Вот в Москве так же, да? Да. Но много было? Ну, знаешь, вот восьмой, одиннадцатый класс я гонял, наверное, только по трем районам, там, соседним, поэтому как бы не так много народу видел. В принципе, я имею в виду, вот относительно общего количества москвичей. Я житель Москвы и гостей столицы. Вот. И, ну, нет, все равно, да, выделялись такие люди, когда ты идешь, видишь, а, наверное, свой. Да, да, знаешь, есть такой еще мемчик, когда два металлиста встречаются в магазине. Да, да, и, типа, это, в продуктовом магазине один подходит к пиву, а второй к молоку, и что-то там они просто берут, такие бородачи, потом разворачиваются друг к другу, так, увидят друг друга, так, и пробегает искра, и там, типа, флэшбеки идут, как они вдвоем, такие бородатые суровые детки, там, по полю с одуванчиками, короче, проезжают за руки, и, типа, там, это, лежат в траве, так, знаешь, звездочки, как зимой, вот так вот руками делают, там, это, катаются на велосипеде, на каруселях, там, щекотят друг друга, такие суровые детки бородатые, такие счастливые, а потом так это возвращается все в реальность, они так, типа, так выдергаются, типа, что это было? Ну, ладно, опять сделали такие суровые лица, развернулись и разошлись, типа, там, брата, видимо, брата, все, искра промелькнула, все, ушли. Прикольно, прикольно. А сейчас, да, ты вот обратил внимание, по сторонам смотришь, и все уже одеты так, что непонятно, во-первых, что он слушает. Позеры. Да, позеры, и вот это вот, блин, если ты в футболке Iron Maiden, ну, блин, типа, ну, ок. Ну, да. Люди даже не знают, кто это. Ну, блин, даже если ты заходишь в какой-нибудь сетевой магазин по типу, там, Хэмэ. В Глории была коллекция с кофтами Кис, в Альджест, Кис там были, ACDC, вот. А, кстати, по поводу Кис, как ты видел фотку небезызвестного нашего рэпера в Сиаруси, Тимати, он на каком-то концерте выступал, у него футболка Кис была, и там мемчиков наделали, типа, это, как же это, ну, там, вот, великолепная четверка, да, там, и комментарии, типа, мемчик, там, такой человечек на белом фоне с ружьем, и такой, пацаны, отодвиньте, сейчас просто илюбашку, и типа, блин, ну, реально, это уже как это, блин. Ну, вот, смотри, да, этот пример с Glory Jeans, также в H&M очень много было тех же футболок, металлики, какие-то они были безразмерные, вообще непонятные, те же, опять же, ACDC, это вообще, там, Black and Black, на черной футболке, таким, серым написано ACDC, Black and Black, все, как бы, больше ничего, но это, как бы, блин, это странно, что, ну, блин, опять же, это позерство, которое, я к этому никак негативно не отношусь, я, как бы, безразлично, просто ты уже перестал находить своих среди толпы, вот, так скажем. И если человек идет в косухе, не факт, что он металлист. Ну, можно, опять же, возвращаясь к прошлому разговору, по качеству, наверное, косухи определить, металлю бы он или нет. Ну, то есть, купил... тоже не всегда факт. У меня есть знакомая, которая ходит в рок-шоп, тупо закожанная одежда, потому что она качественная, но он не слушает металл, он слушает, там, Нюшу, там, Ольгу Бузову. Понятно. Это, блин, это вообще жесть. Ну, вот, смотри, мы говорим с тобой о музыке, вот как ты относишься к тому, что политики говорят, что они слушают, там, рок, там, металл и так далее. Вот, вот у нас Медведев был президент, он говорил, что он Линкен Парк слушает, там есть хорошие вещи, вот они с сыном, там, вот, слушают. По-моему, я про Медведева знаю, вроде, не Линкен Парк, а, что-то, из старичков, типа. Дипер был? Дипер был. И Линкен Парк, он тоже может услышать, потому что, во время его правления, Линкен Парк приезжали в Россию, я был на этом концерте, на Красной площади, в Москве, когда был, премьера Трансформеров, вот они выступали, по-моему, одиннадцатый год был. И я, кстати, тогда офигел, от того, что в моем представлении до этого, было, что на такие концерты ходят металюги. И я пришел, это мне, получается, сколько было? Это мне было 16-17 лет, где-то так. И я пришел, офигел от того, насколько разношерстный народ собрался. То есть, не было вот этого, там, скопления потных тел в косу, вот этого все не было. Просто обычные пацаны, там, и девчонки перлись от, там, Честера и Шиноды, и так, блин, было все замечательно и классно. И для меня, вот это все открылось с другой стороны. То есть, как бы, ну, вот, как ты относишься к тому, что, вот, политики вот так рассуждают? Это, типа, фарс, там, пиар, или что это? Чтобы с молодежью в доске своими быть, или как? Ну, я не думаю, что это какая-то пиар-компания, типа, призываем в политику металюк, но как-то... Не, я к тому, что он, типа, быть ближе к народу. нет, я думаю, как бы, ну, почему он не может слушать, и, допустим, в какой-то момент, просто где-то, какой-то вопрос, да, на который он ответил, что, вот, я люблю, там, Deep Purple, Linkin Park. Как бы, я думаю, это просто, ну, как свое мнение, просто ответ на вопрос, который он дал. То есть, вряд ли это какая-то пиар-компания для, как, призыва молодежи. Ну, а как ты относишься к тому, что они говорят о том, что слушают зарубежные группы, а про наши не говорят? Вот, можете представить, что тот же, прости господи, Байден скажет, я сегодня проснулся с мыслью о том, что мало половин Ольги Бузовой, это прекрасный хит, и вместе с ним я хожу весь день по Белому дому, и меня прет, русская музыка, она вообще особенная. Ну, если посмотреть на Джо, старичка Джо, хорошо, неудачный пример, да? Можно сказать, что он может послушать Ольгу Бузовой. Ольгу Бузовой. Я понял. Я себе представить не могу. Я понял, о чем ты. Ну, это как бы фарс какой-то, да, потому что, ну, американщина, да, вот в этом плане, она очень сильно пропиарена, очень сильно разрекламирована, и поэтому, как бы, ее больше у нас, чем наши музыки там. соответственно, как бы, вот так оно и выходит. Всегда было так, что те же там европейские команды, ну, банды, группы, просто даже, если не брать не рок, там, не знаю, тот же, кто там, Эминем, всемирно знаменитый, да? да, ну, это типа классика считается. Ну, в общем-то, 50 Cent, окей, вот, когда... О, Боже, ну, ты вспомнил. Да, в школе. Древнее зло пробудилось, ну, это прям вообще... Ну, пожалуйста, он... Тогда, когда раскрутили MTV, Ага, Candy Shop его песни. Да, и все, и понеслось. Ашеры, все вот это вот... Что там еще было? Та же, это, сейчас родила, как ее, которая... Ариана? Да, Ариана. Она родила уже? Да. Ну, сколько уже, недельку, наверное, как, может, две. Да? Мне казалось, он только беременный. Причем, там, непонятно, у нее тоже, там, у нас эти масса брокки, по-моему, встречается, не встречается, замужем или нет, он ее вроде изменил, они разошлись, потом опять они что-то вместе и что-то вообще... Ой, нет, я просто видел где-то там на просторах интернета, что она беременна, вроде, на работе тоже обсуждали, что, как-нибудь, все родила. Ну да, что же работа... Вот даже сейчас, смотри, мы обсуждаем не российскую эту музыку, Хорошо, давай поговорим о российской музыке. Я блюю сейчас. Поговорим о Моргенштерне? Да. Все, понимаешь, вот с этой фразы все начинается. А я не знаю, что о российской музыке говорить. Ну да, есть вот, мы с тобой говорили уже, я повторюсь, вот есть русский андеграунд, мне он очень нравится. То есть, в нем есть потенциал, в нем есть душа, в нем есть стиль и смысл какой-то. Есть, опять же, популярная музыка, там, я не знаю, для меня популярный, это вот Саша Шиколай, слава от РТП, ревайл. Вот для меня это популярно, они на Summer Real Records были подписаны. Сейчас они вроде с лейбла уходят, но, блин, это, по-моему, лучшее в плане техники, качество и исполнение группа в России сейчас, без преувеличения. Да, сначала Шиколай называли позером, там, еще кем-то, а сейчас это, блин, реально, то есть, как бы, это сильная, очень классная группа, на которую сходить, не то, что не стыдно, блин, прям, вот, гордость берет за то, что она из России, вот, прям, натуральная. Ну, согласен, да, очень тяжелая, она качественная, зависанная, и вживую, и вживую, это единственная группа в России, которая борется за качество звука, то есть, вот у меня знакомый был на их концерте, он сказал, блин, я вот как на Рамштейн сходил, вот Рамштейн запаривается реально по звуку, Митла запаривается по звуку, вот Слаутер Тупревел реально запаривается по звуку, он говорит, я разницы концертной записи и альбомной практически не заметил, ну, там барабаны чуть по-другому звучать, потому что в альбоме, понятно, там накручен звук, там всякое и так далее, обрезано, вот, а тут все-таки эхо идет и так далее, ну, блин, ну, понятно, что шоколад тянет вживую, но, блин, энергия просто нереальная, и зал просто вот разносился, вот, у них сейчас был сольник, они, по-моему, 2000 человек собрали на сольник, прикинь, такая вот тяжелая банда 2000 человек собрала, причем они за несколько недель буквально, они анонсировали концерт, и зал был битком, вообще не подохнуть, и вот все просто наизусть песни знали, то есть это офигенная фан-база в России, русской группы, которая поет и на русском, и на английском одновременно, и это, блин, вот реально парадокс. Ну, может быть, кстати, за счет этого они и выстрелили, потому что, ну, я думаю, не так много групп, которые объединяют в одной песне несколько языков, ну, ты помнишь, что мы слушали, когда были молодыми, из русского? Из русского, когда я был молодой, это бы прозвучало, что сейчас песок посыпется. Ну, да, по голосу не слышно, уже связки посыпались. Поэтому ты играешь на гитаре. Ой, знаешь, вообще, что я слушал, когда я был в школе, в той же, ну, до прихода рока, в мою жизнь, это были очень странные, опять же, такие, музыкальные связи, потому что эти вот телефоны с экспортом, что ты нашел, то понравилось там. Когда пока идет урок, телефоны лежат на подоконнике и скачивают песни друг к другу, да? Да. И тогда, блин, вот опять же, те же 50-сенты, ашеры, там, you say, окей, что-то я уже не помню. Как она там ее называлась? Олдскулы свело. Да. Какой-то, блин, блин 182. Блин, блин. Не-не-не. Какую-то танцевальную музыку, там, в плане, как же это называлось-то? Транс, да, что-то такое. Транс. И с такими выражениями поаккуратнее, транс в моем подкасте. Ничего. А, понял. Я еще не до конца проснулся, понял. Просто транс. Направление музыкальной музыки. Music транс. Да. Те же, там, дабстепы позже появились намного. Скриллексы всякие. Ну, Скриллекс, он же тоже, кстати, из Корна, я тебе писал. Да. Говорил. Да, да. Не, ну, Скриллекс, он в среднем, Скриллекс прикольный был. У него есть пару песен, которые до сих пор как бы приятно послушать, но мне такая музыка не особо нравится. Ну, я тоже не особо люблю такое. Но есть такие попсовенькие такие. Ну, они прикольно с Корном вот объединили, сделают, да, степ. И то, там тоже пару песен, которые прям классно звучат. Ну, я каждый день ты их слушать будешь. Нет, нет, я их вообще не слушаю. Вот, если на то пошло. Не, ну, если опять же открыть этот альбом, я там по названию пару треков вспомню, их я могу послушать. А тот же World Up, который они переделали, ну, мне не нравится. Мне не зашел. Ну, вот, вот что я слушал раньше. То есть, это... То есть, из русского ничего не слушал? Там, Маматри, Джейн Эйр, Оригами. Джейн Эйр я вообще очень, очень, очень позже послушал. Что я знал о Джанке. Да, 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 это я. Я, это Джанк. Вот. Больше... Сейчас. Эмории 2007-х вскрылись после этого. Никакие там, кстати, про Эмории ты сказал, никаких там ни стигмат, ни... О, точно, Сентябрь горит. Да, не... Как они эти, вот, самые знаменитые 2007-го года, ребятки-то. Кто? Аматри. А, ну я же нажимал. Да, я... Ну это не Эм, это, блин, вот, кстати, Аматри, я вообще не знаю, как охарактеризовать, что это за стиль. Потому что у них альбом, книга мертвых, они записывали его за границей, его заграничного там продюсера, как бы, блин, ну это такой прям металл-металл. Ну я их никогда не слушал вообще. блин, такие перегрузы хорошие, качество тоже, не вшибенное. Тоже, вот на тот момент, для России это была вот супергруппа. И они тоже собирали по 2-3 тысячи человек, но тогда еще вообще вот эта волна хайпа была, что, блин, волна хайпа, 2007-го фигасе, сколлаборировал. Ну ладно. Что вот металл, вот все слушали металл, потому что я помню, вот у нас вот в городе был клуб, он и сейчас есть, но он такие концерты не собирает. И вот я шел в школу, и на углу жилого дома вешали постоянно афиши, каждую неделю были новые. У нас приезжали слот, 5Ds, Аматери, Стигмата, там, 7Rasa, там, кто только не приезжал. Дофига кого приезжали, и они по несколько раз за полугодия приезжали. И каждый раз напевали полностью зал. И, блин, это было прям круто, это была волна концертов. И я помню еще это, мы были такие относительно мелкие, нас на концерты не пускали. Мы, блин, вот вырос-то, буду ходить на концерты, чтобы мамка не ругала. Я вырос. Часто ходишь? Ой. Сейчас заплачу. Ой, ладно. В общем, не то, что часто хожу, я в этот клуб даже заходить не хочу, потому что мы там вот проводили концерт как раз вот с Серегой. Блин, мы тут считали на днях уже. Ты не поверишь. То есть, вроде он только-только был, почти 5 лет прошло. И я так офигеть, можно там, моих знакомых привозили с Украины, вот они там выступали. И, блин, ну такая брыгаловка. То есть, я вот раньше не обращал внимания, что клубы, это прям реально брыгаловка какая-то. Мне вот, мне нравится. Я вот захожу туда, и там атмосфера, вот эта вот кальяна, какой-то вседозволенности, и вот эта вот толпа тел, которая тусит под электронное музло. И, блин, ну для меня электроника всегда была искусственной музыкой. Вот живая музыка, это вот гитара, банки, то есть, ну металл, ротск, там вот этот вот весь, кор. Электронику можно использовать, как музыкальное сопровождение, там какую-то сферическую линию, сейчас можно там атмосферик какой-то добавлять, но либо прям такое жесткое, прям грубилово, например, за Браунинг есть группа, там, Ви Баттер заблит Виз Баттер, там, Эскимо Кэлл Бой, который сейчас электрик Кэлл Бой, они вот электронику грамотно добавляют. Переименовались? Да, они же подавались на Евровидение, за Германию, и там, типа, мальчик по вызову Эскимос, это оскорбительно, и они электрик Кэлл Бой сделали. Блин, вот. Я вообще ни разу не задумывался о названии, о переводе. Да, я тоже думал, вообще Эскимо Кэлл Бой, это там мороженое из Кэлл Бой. Да, да, я тоже думал, что-то там мороженое мальчик по вызову, там, что-то там, вот. Оказалось, нет, вот они, их не пустили на Евровидение, но они уже переименовались, и вот у них очень грамотная электроника, Dead by April, то же самое, вот, у них, оно красиво звучит, классно, но вот, когда отдельно тупо электроникой, это, туши, блин, мнутся там, под музыку в клубе, ну, блин, не знаю, мне вот вообще не прет, и вот, мы вот проводили этот концерт, там, какая-то рыбчина, там, что-то там, как любят там девочки, там, мне не о чем тушить, так что не заводись, это фильм не стиль, ну, ебать не мозги, вот такая вот, ну, как сейчас модно, вот, такая, это сейчас модно, вот, я вот на это все посмотрел, как девочки, там, пятнадцати, там, семнадцати лет тусят, и прутся от них, там, простите за выражение, писают кипятком, а на нормальный метольный концерт, сейчас попасть, это вообще нереально, сначала был ковид, потом санкции, Серега, как раз, на чем месте ты сейчас сидишь, он купил билет на Найтвиш, полтора года назад, сначала у них ушел гитарист в отпуск, потом у них кто-то заболел, потом начался ковид, сейчас все концерты зарубежные звезды отменили, он говорит, ну, я так чувствую, у меня просто скоро, как в рамочке на память, этот билет будет, я просто на Найтвиш не попаду никогда, на Найтвиш тоже крутые, конечно, ну, вообще мне больше нравилось, когда Тарья там была, но это уже как бы, мне, кстати, сольник, мне вообще не нравится, сольники, вообще какие-то все странные, тот же Танкиан, он с сольником, мне не нравится, у него Скайзов, клювая песня, ну, одна, все, вот в армянском стиле, она душевная такая, классная, хракири у него там выходила, какая-то, я ее послушал, у Малаке она, у Скайзова в роду проект, мне нравится, как-то, не знаю, нет, система, она система, я, кстати, попал на систему, и я вообще мега рад, и, наверное, до сих пор, брызгаюсь кипятком, как ты выразился, а с метлой у меня вообще такой был ужас, ты был на них? нет, короче, первый раз, когда я мог пойти, но не пошел, это был, как раз, Dead Magnetic, 11-й год, по-моему, приезжали, или 10-й, тогда, по-моему, вообще аншлаг на них был, да, ну, это, конечно, не 91-й, но, сравнив, блин, ну, да, да, ладно, значит, я тогда, соответственно, на школе учился, и, в принципе, у меня, как бы, родители мне бы не дали бабло, на метальный концерт, поэтому, я думаю, они вообще бы не дали бабло на концерт, ну, наверное, даже так, и поэтому, как бы, я нигде не работал, в школе учился, я не заработал, и все, не попал, не был социально активен, да, следующий концерт, они приезжали, пятнадцатый год, я ушел в армию, и они приезжают, перемотаем, вот это там жизни, так, я понял, а, еще круче было, у меня день, а, я знаю, пятнадцатый год, на этот концерт у меня знакомый ходил, у него как раз он открыл рок-шоп, у нас в городе, и он на этот концерт ездил, он оттуда привез, там, у них на концертах, такие большие черные шары надувались, и вот он привез два этих шара, прям в магазин, и он, я помню, что он продал их, один за сорок тысяч, кому-то, супер, просто, а второй за сотню, то есть, второй причем продавался при мне, зашел мужичок такой, знаешь, такой, в кожаной жилетке, как, знаешь, сыны анархии, вот там, у них сзади нашивка, вот, у него там сзади, это нашивка ACDC, Megadet, там, еще что-то, он такой прям трушный дядька, забритый под ноль, с бородой, в таких, знаешь, очках, как у Ози, круглых черных, зашел, какой-то Кири Кинг, короче, зашел, да, похож, кстати, кстати, да, вот, собственно, у него только цепь была меньше, у Кири Кинга там такая, что нужно, чтобы штаны держаться, тоже для меня всегда было загадкой, вот, и, короче, он такой зашел, он говорит, здорово, мужик, там, как дела, что-то решил себе обновить ассортимент, у него там была подсобка в магазине, он говорит, да, я тут на метлу ездил, это, прикинь, что привез, и выносит этот шар, мужик такой, блин, а метла приезжала, я такой, да, нифига себе, за сколько отдашь, он такой, это не продается, да давай, куплю, а там еще автограф был, там этого, Хелффилда и Трухилья, и, короче, он сначала говорит, 150, мужик этот, не, короче, уговорили на сотню, он говорит, сейчас я приду, мы такие стоим, думаем, да, блин, он не придет, он через 5 минут реально приходит, начинает отсчитывать, я вообще в шоке был, и вот он за один день сделал выручку двух месяцев себе, тупо на шарах, за ним, что перебил, да, интересно было послушать, конечно, и позавидовать, ну это да, значит, получается, я в 15-м успел сходить на систему, они приезжали, потом я ушел в армию, и приехала метла, вот, и перед дембелью, у меня дембель был 22 июня, 20-го на Максидроме Рамштайн, я, короче, в этот год очень сильно расстроился, я тебе скажу так, все, кто были на Максидроме, говорят, что это Лажево, во-первых, по звуку Лажево, во-вторых, перед ними же Агата Кристи выступала, смешно, чтобы ты понимал, ну как Агата Кристи, Глеб Самойлов, из-за Матрикс выступали, но считай Агата Кристи, и, блин, после того, как он вышел, у него тогда как раз вышел дебютный сольник, и песня, простите меня, дорогие слушатели, я не такой, но песня, я один на сто богин, он ее исполнил раза четыре, народ там просто болевал от отвращения, потом вышли Рамы, и уже все впечатление было испорчено, и звук был говно, они хреново расположили порталы, они прохреначились со светом, очень сильно, то есть там многим прям в глаза долбило, и потом еще дождь пошел, и еще была жара там, по 30 с чем-то градусов было, короче, там очень много кому стало плохо, организация была ужасная, и потом Рамы очень долго не приезжали в Россию, вот именно из-за этого, и они сказали, они даже потом, по-моему, записывали видео, куда-то выкладывали, где-то я видел, что после концерта в России мы поняли, что больше на фестивалях, кроме как на Hell's Cream, ой, Hell's Cream, господи, прости, Леос, не на еще реклама, надо его, кстати, тоже как-нибудь позвать, вот, кроме Hell's Fest, потому что там организация на высоте, мы выступать не будем, и вот буквально через год они выступили в Hell's Fest, и все, и больше они сказали, больше вообще не один фестиваль, идите нафиг, только сольники, потому что там мы отвечаем за звук, за все, ну, да, я на Максидром тоже не попал, но не жалею, ну, я теперь тоже особо не жалею, но, так дальше, подожди, это же еще не все, еще раз Металлика приезжала тут вот, ну, да, был дел, недавно, почти три года назад, получается, знаешь, откуда я эту циферку, не потому что я не попал, возможно, на последний концерт, потому что твоему сыну хотелось вылезти из живота жены, да, она буквально там за месяц, как бы, до родов приехала Металлика, и я такой, ну, блин, как я... Мы с тобой еще на них съездим. Как я пойду, когда у меня дома тут такое творится? Да. И на Рамштайн я не попал, потом вот, когда они тоже, по-моему, в этом же году приезжали. Да нет, Рамштайн два года назад были, вот как раз Серега на них ездил. Ну, короче, в общем, вот, вот, когда они приезжали последний раз, еще, по-моему, не вышел последний альбом, а вот этот Рамштайн, который... Там, где дошла, там, условно, и радио. Да, да, да. Кстати, он еще не вышел тогда. Татьи! Сегодня у нас... 28-ое вроде. Нет, какой-то, 29-ое сегодня уже. Сегодня выходит альбом Рамштайн. Сегодня выходит? А я слышал, что... Но я вчера я видел видос, они тизер выложили клипы и что-то там сегодня, типа... Супер, супер, попробуем найти на просторах. Да, да, я думаю, что что-то-то появится, но подкаст будет, соответственно, в следующей неделе уже, и альбом точно уже выйдет, Надо будет потом встретиться, про альбом поговорить, потому что я думаю, это стоит того. Да, да. Хотя, не знаю, вот последний альбом, который был, в Дойчеланд была клёвая песня, радио была прикольная песня, согласен, а у Слендера была забавная песня и всё. Ну... Что-то, блин, вот остальное, оно как-то, да, оно было, и оно не запомнилось. Секс? Песня? Нет, не в моем вкусе. Ой, ещё там такое название было, прям вот, ну, это ладно. Вот, видишь, ты даже не можешь вспомнить, то есть, понимаешь, уже ребята то ли себе и жили, а вот предыдущие альбомы, блин, я могу все песни наизусть перечислить, Rosenrock, Benzin, Mangiggen Man, Mein Herz Brand, Fire Fry, On a Dich, там, всё, что угодно. Это из Rosenrock все песни? Потому что... Нет. А, или ты просто песни? Просто все, Rhyne House, там, Twitter, там, блин, прям, дофига, можно всё подряд перечислять, и их Tudivir, даже вот его сольник, там, Линдеман, там, песни, там, Fish On, я соль, прайза горда, и так далее. Я слышал, мне кажется, копия, грубо говоря. Нет, она легче, то есть, за счёт того, что всё писал чувак из Payne, вот ты Payne слышал, что ты делал? Ну, конечно, конечно. Вот что-то типа такого, но с электроникой, как у Рамштайнера, то есть, гитара не сильно тяжёлая, а электроника такая, ну, блин, клёво, то есть, звучит реально клёво, и вот сейчас, я насколько на проект развалился, но Тиль так и продолжает с этими песнями ездить. Кстати, вот вопрос, как ты относишься к крайней песне Тиля и Хаса Киндер? Ой, я её слышал. И шуму, который вокруг прошёл клипа, то, что там тебя пионеры, детей там убивают и так далее. Я немецкий, во-первых, не учил и не смотрел перевод этой песни, но клип я смотрел. А мини-фильм смотрел? Нет. Он полчасовой мини-фильм выпустил, там полная история, как это вообще всё было. Я тебе скину сегодня, посмотри, с русскими актёрами там. Я офигел, когда в клипе Сашу Реву видел. Ну, куча же фоток, когда Тиль с нашими ребятами фоткался. Ну, хотя там у него Лобода снималась. Да? Я не видел. А, ну, в сольнике видел. Да, я тебе скину. Ну, опять же, сольник... Извините. Надо посмотреть, да? Не, просто я... Ладно. Ладно. В общем, короче, я ни на какие концерты особо не попадал, я огородлюсь системой. Один раз, блин, была забавная история. Мы, я не помню, откуда, откопали песню дай, мотов, дай. Это доп. Доп, да. А, мы были в одном баре в Москве, и там она очень часто игралась. В общем, нашли эту песню, начали ее слушать, и что-то я, короче, лазил то ли там по кассиру, то ли где-то вот это вот, такой вот, афиш какой-то. И смотрю, типа, доу приезжает с новым, типа, альбомом там, или у них там сольник что ли. Ой, сингл вышел. Ну, в общем, доу приезжает. Я говорю, пацаны, так и так, доу, пойдем, ну, ради одной песни. Я говорю, что там, 2000 рублей стоит билет. В общем, скачался. Что там, у нас концерты там 250-300 рублей в городе были. 1000. Ну, относительно, блин, той же там, Металлики за... Ой, не говори, сколько тебе билет стоит? От 8. Я лох, знаешь, чем, я на Рамштайн и после не мог попасть бесплатно. И я не поехал. Я лошара. Ну, так. В общем, начал слушать все-все альбомы, чтобы понимать, о чем будет концерт. И приезжаем мы, значит, 29-го августа, я тебе рассказываю эту историю. Приезжаем мы 29-го августа в клуб Вольта, и, по-моему, сейчас уже не работает, значит, и никого. У нас час до концерта, а рядом с клубом никого. Я такой, не понял. А мы там как бы взяли и думали, ну, как это обычно происходило, да, в 18-20 там лет, взяли с собой, чтобы много денег в клубе не тратить. На поднятие настроения, назовем это так. Я про алкоголь, если кто-то мог что-то подумать нехорошее, еще более нехорошее, я имею в виду, все это вредно, так что не повторяйте опасные алкоголь тоже. Я про алкоголь тоже говорю. Значит, и нет никого. Мы на кассу, которая там внутри, где-то в этом подвороте, там, это все, конечно, выглядело очень ужасно, даже касса где-то там закрытая с тавнями чуть ли не там не металлическими. Вот, мы постучались так и так, там, здравствуйте, мы на концерт. Какой концерт? Все, нет никакого концерта. Мы такие, в смысле, как нет? Вот у нас билеты на руках. И один парнишка берет билет, смотрит, а там 29 сентября, то есть мы на месяц раньше приехали, решили, так сказать, первыми попасть на концерт, совсем первыми зайти. В результате погуляли там по району, опустошили ненужные тары и поехали по домам. Ну, бываем, да. Но через месяц приехали, там, конечно, этот концерт, как у нас принято говорить, для 16-летних девочек был. Ну, в плане, что, в плане звука, в плане направлений. там контингент такой был, такой нифига, сисущийся кипятком девочки маленькие. Типа того. Потому что я там не мог нормально стоять, в принципе, и слушать их. Даже мы были сначала близко к сцене, но мне это было, как бы, не так интересно, если бы это была какая-нибудь другая группа. И в результате я в Моши в слэме там себе губу пошел разбивать. Вот. Поэтому, как бы, в этот концерт мы приехали чисто послэмиться, получается, за месяц до концерта. вот такая вот история. В замес влились, я понял. Слушай, такой вопрос. Помимо музыки сейчас очень развивается культура сериальная, там всякие стриминговые сервисы, Netflix и так далее. Что из последнего ты смотрел, смотрел ли, и что порекомендуешь? Вообще, какие тебе сериалы нравятся? Я... кроме металл-апокалипсисы. Да. Их я тоже относительно недавно пересматривал. Так я, в принципе, я даже не могу назвать определенный стиль, в котором я смотрел. Который мне нравится, я имею в виду. Потому что... твои любимые сериалы? Ну, нету. То есть, я и ситкомы некоторые, в принципе, любил пересматривать. Та же теория большого взрыва. О, классика, обожаю. Я ее смотрел, рассею. Гравитация бессердечная, это сука. Причем, Кураж Бомбей, это шикарный перевод просто. Также, от Куража, классный перевод How I Met Your Mother. А, ну, я не смотрел. Как я встретил вашу маму. Там очень прикольный актер играет, именно Барни, вот это вот, светлый. Кстати, по-моему, с этого сериала он начал заниматься с переводом. Ну, что-то я смотрел интервью, с ним. он еще где-то, до этого он в каких-то даже этих, а-ля мюзиклах, что ли. Да, да. Дримон, видел, как он спел? Нет. Я тебе скину. Да, вообще. Ладно, очень круто, у него очень крутой вокал. Дальше, 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 дальше. У него диапазон классный. Да. Я смотрел «Черный список», сериал, это такой, типа, детективчик, я смотрел «Обмани меня», типа, вот в таком стиле. Да, «Лайтуми», да. Какой-нибудь вот «Кассл» я не хочу смотреть, не знаю, потому что у меня папа вот все вот такие вот фильмы, сериалчики. я посмотрел полностью «Кассла», я смотрел его «Про чувака, который пишет книгу», «Кассл» лет пять назад, но тот момент зашло. Сейчас, недавно по ТВ3 повторяли, что-то, блин, какие-то смотрел. вот «Кости», тоже про агентов ФБР, ФСБ, блин, по Фрейду. «Кости» мне нравится и сейчас, то есть, как бы, ну не знаю, ну блин, клёво. Мне вот почему-то именно «Кости» нравится, и мне ещё актёр нравится, который, это, Бута играет, ФБРовца. И я после этого начал гуглить, где он ещё играет, нашёл сериал «Спецназ», «Морские котики», американский, где он снимается. Вот его тоже посмотрел. Во многом сказочно, но прикольно. И мне понравилось, что они, это единственный сериал американский, ещё и военный, который показал, что, блин, с русской армией лучше не тягаться. Вот это было для меня удивительно. Обычно они так засирают, а тут, блин, то есть... А тут наоборот, да? Да. Интересно. Вот. И ещё вот, я недавно просто закончил смотреть «Сыны анархии». Классный сериал. Старый, классный, очень атмосферный. И вот, почему у нас не снимают такого? Почему вот у нас включаешь телевизор и русские сериалы, это там, типа, «След», там, я не знаю, «Моктар», там. Я не говорю, что может это плохо, кому-то нравится, но, блин, даже вот качество картинки, игра актёров, даже вот в Америке актёры, которые не имеют образования, которые снимают в сериалах, у которых нет вообще никакого багажа знания за спиной, они играют лучше, чем у нас актёры, которые закончили специальные учреждения. Почему так? Ну, я думаю, там от режиссура зависит. Ну да, режиссёр, конечно, да. «Вдарит» тебя тапкой под затылем и не заплатит ещё. А «Викинги» смотрел? Нет, нет. Блин, посмотри, это мой самый любимый сериал. Очень узконаправлен, так скажем. Я могу, знаешь, как по названию, если мне не нравится название, как не суди книжку по обложке, так же у меня с сериалами, ну, в смысле, наоборот. Чем тебе «Викинги» не устроили? Ну, не знаю, не хочу я смотреть про людей в металлических шлемах с рогами. Ну, там вообще такого нет. Что за стереотип? Я вот и говорю, понимаешь? Там нет такого. Там с выбритыми висками татуированные мужики с топорами. Всё офигенно. Всё как надо. Вот. Ну, не знаю. Мне как-то, ну, лично мне культура вот Скандинавии, вот эти все «Викинги» очень близки. Я, наверное, в прошлом как-то вообще с этим был связан, потому что я поэтому очень сильно загоняюсь. Мне даже вот металл, именно «Викинг металл», там, «Амманомарс» всякий там и так далее, я прям тащусь, мне очень прёт. И всё, что со скандинавской мифологией связано прям. Ну, мне это очень близко, очень интересно. Ну, что ты кракешь. Ну, да. Замечательно. А вовсе тяжкие? Нет, не смотрел. Хотел посмотреть от того, что уже нечего было смотреть, но он был платный на кинопоиске, и я такой, ну, что-то я попозже как-нибудь. Ну, у меня подписка как бы есть уже и давно, и я как бы смотрю, а тут ещё как бы доплачивать, ну, как-то я не хочу, я не так уж сильно хочу его посмотреть, чтобы я за него... А где подписка? На Яндекс Плюсе. А, и он вообще скажет, что на Netflix, я такой, а, так-так-так. А, нет, нет, на Netflix я тоже не... Ага, я понял. Из последнего вообще... Блин, что же я смотрел? А, ну, у меня типа, вот, знаешь, на DC Marvel сериалы вот такие я смотрю сейчас. Локи смотрел? Локи, да, посмотрел полностью Локи, посмотрел Халкея, посмотрел, блин, Вот Ив, Что Если, если кто-то не знает, ну, все вот эти... Я ничего не знаю, что уже ты назвал. Не, я видел постеры, но я не смотрел. Ну, типа Вот Ив, это, опять же, Что Если, там есть такие... По мультику, я не помню уже, что, ну, это мультипликационный сериал. Допустим, Что Если, Фантастическая четверка, знаешь таких ребят? Да. Что Если, Фантастическая четверка была бы агентами КГБ, там, в Советском Союзе? Ну, там нет такого, но у меня, типа, есть комиксы, в котором это вот написано. Что Если, Тор был бы посланником Галактуса, то есть, такие вот вещи. Блин, я бы хотел посмотреть, что если бы Тор был приспешником Сталина? Есть, кстати, у DC Красный Сын называется. Боже, я что, проспойлерил что-то? Нет, 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 нет. Я сам того не знаю. У DC есть, короче, Красный Сын, это Супермен упал в Советском Союзе. То есть, так он в Америке, типа, прилетел в Америку, упал, а так он упал в Советском Союзе, его воспитал, ну, чуть ли там не Сталин, надо почитать, у меня тоже закрыто и валяется дома. Посмотреть. А когда мелкий был, смотрел сериал Тайны Смолли? Конечно. Блин, вообще, вот прям, как сердечко забегусь. Я смотрел Зачарованных. О, да, маленькие. Пайпер. Да. Блин, как же мне нравился этот актер вообще, очень круто, который Бальтазара играл. Да, Он еще в сериале потом играл как-то тоже с костями, что-то, часть из тела, по-моему, он играл в сериале. Наверное, да. Да, да, А еще знаешь, это Чернобыль смотрел? Нет. Это HBO, который? Нет. Блин, я вот тоже загоняюсь по Чернобылю, он когда вышел, я прям каждую серию ждал, смотрел, смотрел сначала в оригинале, потом в переводе. Блин, вот очень классно снято. Ну, вот, блин, вот, вот, вот есть факты, которые вот максимально перевираются с Западом, чтобы показать, что русские дебилы. Вот, вот, я вот не знаю, вот это вот стереотипное какое-то мышление, иногда на это смотреть забавно. Но иногда, когда есть документированные какие-то там официальные там заявления, еще что-то, вот, нафига вот эта вот самодельность, я не понимаю. Ну, надо быть героем для своей страны, понимаешь? Ну, хорошо, вот есть, например, тоже, по-моему, «Крепкий орешек» или там какой-то фильм, где тоже там про русских, и вот весь фильм, они говорят, русские отморозки, с ними лучше не связываться, русские вообще долбанутые, еще что-то. Боятся российскую мафию, русскую мафию. Я думаю, ну, может быть, это, это, русская мафия, это Red был фильм. Red, ага, да, забавный, кстати, очень забавный фильм. Ну, блин, а «Красное солнце» смотрел ты? Старый-старый, да. Там, где пошел нахуй. Да, пошел, да, и тут же контент 18+, пошел. Да. Ну, в общем, что бы ты порекомендовал посмотреть? Посмотреть прям, не знаю, если ты хочешь длинное-длинное что-то. О, я, кстати, смотрел этого, «Ходячие мертвецы», ну, почти до конца досмотрел. А они их еще не выпустили до конца? До конца нет еще. Там 11 сезон они начали что-то выпускать, а потом я как-то забил смотреть, потому что раз в неделю по серии мне это не... Ну, вот я тоже жду, когда... Не, у них сейчас вообще отпуск до сентября, в сентябре они оставшиеся там 5 серий выпустят. А, хорошо. Вот. Я тоже жду, да, потому что вот... Мне вообще вот... Для меня «Ходячие мертвецы» ассоциируются именно с Дэрилом. Я честно... Чувак, который на байке ездил. А, Дэрил, точно, да, крутой. Как лучник его почему-то называют. Лучник, да. И, блин, актер клевый вообще. Для меня было откровение, я тут недавно это «Блэйда» пересматривал, знаешь, да, и я такой «Опа-на». Нифига себе. Он там молодой еще. И он там это, играл там, ну, шпиона там, типа, он был приверженец этого вампира. И у него татуировка на задней части губы уже была. Блин, чувак уже тогда отжигал. И смотрел «Сыны анархии». Смотрел, нет? Нет-нет-нет. Вот там главный герой Джек Тейлер, байкер. Его играет актер, который... Я только недавно до меня дошло, снимался в фильме «Гайя Ричи Меч Короля Артура». Угу. А ты помнишь брата Дэрила из, опять же, «Ханечка». Да, он где-то в Марвел, в Марвеле помню. Он не только Марвел, да. Его озвучивали именно так, как озвучивали и в Марвел. В «Стражах Галактики» он играл этого синим. Синий такой, да-да-да-да-да. Блин, в Марвел выбирают таких актеров, прям, не скажу, что прям знаменитых, но на мой, как бы, на моем веку это, я их посмотрел в других сериалах и потом я нахожу их вот у Марвел. И я бы никогда не сказал, что этот вот тип, который играет брат Дэрила, это синий из «Стражей Галактики». А, как ее там, синяя робот-девочка, знаешь, тоже из «Стражей Галактики». Она из «Доктор Кто». Она в «Доктор Кто» играла. Фига себе, как все повязаны. Вот. И, короче, я тоже «Доктор Кто» посмотрел, кроме последнего сезона с «Женщиной». Надо досмотреть. Никакого сексизма. Хотя у меня есть знакомый, который говорит, ну, типа, «Доктор Кто должен быть мужиком». Я такой, ну, ну, и ладно. Я все равно посмотрю. Хорошо. Сексизм, а как ты относишься к тому, что сейчас в мире происходит вот это вот радужное движение? Ну, параллельно. Лишь бы оно не подходило ко мне. В смысле. А если подойдет сзади? Сзади? Я закроюсь чем-нибудь. Не, ну, я вполне... Мной закроюсь. У меня будет гитара сзади висеть, поэтому они... А не жалко тебе гитара? Ну, я не думаю, что они 10 сантиметров древа пробьют. Чем бы там... Чем бы там... Ну, да. У меня с барабаном сложнее. Пластик, пластик, говно. Тарелки? Ну, тарелки тоже тоненькие. Так что... Ну, три штуки подряд положил. Главное, это, знаешь, с дырками, вот это как сыр. Отверстие. У меня там дырки. Дырки, это... Я знаю. В заднем проходе. А так отверстие. А там есть и отверстие. Нет, я вполне спокойно к этому отношусь вообще, то есть, параллельно. Ну, есть и они такие. А как ты относишься к тому, что у нас в России эта вера отрицает, типа, ай-яй-яй, пропаганда Запада? Это плохо? Ну, это, как бы, мнение, я думаю, сверху. Как сказать? Я к этому никак не отношусь. Вот. Я ничего напоминает что-то не могу сказать, потому что это, как бы, мысли и действия, ну, совсем даже незнакомого мне человека, который, как бы, окей, ты можешь это отрицать, как, знаешь, нигилизм какой-то такой. Можешь это отрицать, но это, как бы, все равно есть. Ну, как-то не крути. Вот. И, ну, блин, выбор каждого, я считаю. У меня есть несколько знакомых, которые нетрадиционной сексуальной ориентации или смешанной, если так можно говорить вообще. Смешанной. Да, смешанная сексуальная ориентация, неопределившаяся. Ну, я имею в виду, бисексуальный, под настроение. да, я понимаю. Вот. И, как бы, вполне себе нормальные такие же люди, как и люди. Вот. Один, в принципе, ну, слушает все, и, если, относительно музыки, да, и рок слушает, и не рок, там, и все. Ориентация вообще не показатель. я считаю, что... Ну, только если, конечно, не слушаешь Бузову. Там всегда одно лице. отсутствие мозга полное. Ну, это не ориентация, это дезориентация. Кстати, как ты думаешь, что-то она реально такая дура, или это бизнес-правиль? у нее вроде бы два образования высших. И это, как знаешь, Алла Михеева, знаешь, такое? Да. Она не дура, я знаю. Да. Ну, это просто бизнес-правиль. У нее вообще там чуть ли не четыре высших образования, образ, да. А это Ольга Николаевна, наверное, не знаю, не буду. Бузова, она... Ольга Бузовна? Да, Бузовна. Она, думаю, тоже ей выделили такую роль, и она ей очень хорошо как бы зарабатывает. А зачем менять себя, ну, в смысле, свою роль, если ты как бы с помощью нее делаешь, ну, огромную, огромные шаги вообще, в принципе, там, для мира ты можешь быть один, а на самом деле ты другая. Начиная там от того же Дома-2, в котором она там начинала, или в первом доме, я не помню. Кстати, первый дом весь, посмотрел. Но я тогда был маленький. Что ж, дорогие друзья, забудем о том, о чем я говорил в начале подкаста. Я многое узнаю о людях, когда они приходят ко мне на самом деле. Кдивительному. И, вот, опять же, начиная с Дома-2, там она что-то там сделала, типа, они там поругались, вот это вот все непонятное действие, которое там происходило. Блин, сколько лет, ужас. потом она стала ведущей, поднялась, да, по карьерной лестнице, по сути своей. Где-то там что-то сказали, дура, где-то подняли, ну, зацепились за это, типа, давай будешь дурой, на, иди пой, иди, снимайся в кино, иди в... театры. Грамотные продюсеры. Это, как раз, вот это хайп, да, то есть, нашла, так сказать, свою узкую вот эту вот щель. Блин, гаджет. Я почему-то, когда ты говоришь, хайп, у меня вспоминается, это, электриколбой, хайпа-хайпа, песня, не знаю, прям вот сегодня. Нишу, нишу я хотел сказать. Нашла свою нишу, и узкую нишу, узкую щель лучше звучит. Хорошо, но не зарабатывай. К сожалению, у нас время подходит к концу. Напоследок, хочу задать тебе вопрос, который задаю всем, кто приходит. Я как Юра Дудь, но я не спрашиваю, сколько ты зарабатываешь. Как ты... Ну да, это сейчас... Такой больной вопрос, на самом деле, что вы спрашиваете оскорбительно. Как ты думаешь, что будет с Россией в ближайшие пять лет? Будет трудно. Все, наверное. Нет, давай разверну немножко. Я надеюсь, что Россия останется великой державой в плане того, что мы не прогнемся под напором и давлением санкций. От этого будет напрямую зависеть финансовая... Ну, страдать мы будем. Пострадаем, ничего. Сколько мы страдали, еще пострадаем. Ну да, Россия страна многострадальная, я согласен. Спасибо, что пришел. Буду ждать новых позывов. Новых щелей. Хорошо. В любом случае, я благодарен, что ты пришел, спасибо за разговор и я надеюсь, мы еще не раз встретимся. А вообще, ребята, слушайте хорошую музыку. Особенно слушайте музыку, которую мы с Лешей выпустим совсем скоро. Я надеюсь, что оно вам всем зайдет. В общем, до новых встреч, пишите, что бы вы хотели обсудить в следующий раз. и всем пока. Пока-пока. Нормально, так наболтали. Прощали. Ну это странно, да.